Всем привет! С вами Puzzle English, я Оля. Начало осени, пора собирать урожай. Предлагаю сегодня отправиться в угодье к Дэвиду Бэкхаму. Он проведет небольшую экскурсию по своему огороду и украсит наш растительно-овощной выпуск. По ходу разберем слова и выражения, многие из которых можно использовать не только в описании сельскохозяйственных успехов, но и не связанных с растениями предложениях. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Для нас это очень важно. Давайте посмотрим на грядку с зеленым луком Spring onion, который Бэкхам явно очень гордится. Когда something is going well, означает, что все идет как по маслу, соответственно, spring onions are going well. Это разговорная форма. У зеленого лука все пучком, он бодро растет. Посмотрим быстренько на цветы, посаженные самим Дэвидом. И вот еще у нас есть все эти удивительные полевые цветы, которые стоят у нас дома, которые я посадил. Что тут интересного может быть для нас? Wild flower, так-то это дикий цветок. Кембриджский словарь разъясняет Но в данном случае Дэвид говорит о полевых цветах. Еще очень полезный глагол для растеневодства Прокачать разговорную речь можно с преподавателями Puzzle English. На первом бесплатном уроке методист проведет диагностику вашего уровня английского, подберет курс, подходящий именно вам, и расскажет, как устроено обучение на Puzzle English. Записывайтесь и начинайте говорить на английском вместе с Puzzle English. Вернемся к достижениям футболиста. На очереди у нас два вида капусты, кейл и краснокочанная, а также картофель, шалфей и олива. Смотрим. Кейл is doing very well. A little bit of red cabbage. Red cabbage is doing great. Not ready, but doing great. Do well – устойчивое словосочетание, означающее чувствовать себя хорошо, хорошо расти. Do great – преуспевать. Из видео мы понимаем, что кейл is doing very well, и краснокочанная капуста is doing great. Часто при описании условий выращивания растений вы можете встретить do well. Например, Это растение хорошо растет в теплом и влажном помещении. Вернемся к огороду. И вот мы получаем много пататого. И сегодня я вообще буду делать какие-то криспы. Потому что я не знаю, что не сладкий. Как вы поняли, в планах у Бэкхэма сделать чипсы из картошечки собственных крядок. Криспс обычно так называют картофельные чипсы в Англии, в отличие от привычных нам американских чип, potato chip. А вот чипс в Англии это картофель фри, легко запомнить через известное блюдо fish and chips. Дэвид рассказал о своих вкусовых предпочтениях. Savory это пикантный вкус, солено-острый. В британском языке это слово также означает целую группу блюд, снеков и закусок. Я люблю посолонее и поострее, а не послаще. Sage это шалфей. На самом деле не уверена, что именно он на видео, потому как обычно шалфей похож больше на куст. В конце сторис Бэкхэм назвал себя мистером Тичмаршем, отсылая к английскому садоводу и телеведущему Алану Тичмаршу. Если друзья или родственники вдруг еще не снабдили вас кабачками, то давайте глянем последний на сегодня пост Бэкхэма. Фото он подписал так Вот такой овощ здоровяк. Вы наверняка догадались, что veg сокращенно от vegetable, овощ. Это британская разговорная форма этого слова. И еще одна его модификация это a veggie, что означает в зависимости от контекста и овощ, и вегетарианца, человека, который отказался от употребления мяса. Давайте посмотрим два примера. Ну что, друзья, на этом у меня все. Оказывается, новости с огородом могут быть полезными и увлекательными. Пишите в комментариях, любите ли вы veggies, и если да, то какие больше всего. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok